МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. И сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тонны продукции и тысячи экономии. 7 сентября в Республике откроются выставки «Дары осени». Победы больше нет. Чебоксарский кинотеатр пал под ковшом экскаватора. Вынесение приговора затягивается. Суд не удовлетворило качество экспертиз в деле о резонансном ДТП. До конца этого года в Чувашии в новые квартиры должны переехать более 250 детей-сирот. На строительство домов из бюджета было выделено 220 миллионов рублей. Сегодня в селе Порецкое заветные ключи получили бывшие воспитанники районного интерната. С новосельем их поздравил глава Чувашии Михаил Игнатьев. О личной квартире Ольга Денисова мечтала давно. Покинув интернат, она обосновалась у родственников. Думала, что надолго, но уже через 4 года, девушки сообщили приятную весть. Прошлой осенью в Порецком началось строительство этого дома. Ольга уже успела купить мебель, но первым делом обжила кухню. Пока хозяйка учится в Алатаре, но каждые выходные приезжает сюда. Жилье очень замечательное. Как видите, кухня очень большая. Это самое главное для девушки. Готовить. Самое главное. Очень хорошо. Все. Как сейчас обживать? Ну, уже начинаем потихонечку обживаться. Взнавески все. Копим деньги. Надо еще немножко доработать, конечно. Вместе с Ольгой ключи от новых квартир получили 6 человек. В доме для жильцов созданы все условия. Подведен газ, установлена система индивидуального отопления и даже поклеены обои. Ежегодно выделяем сотни миллионов рублей. И в прошлом году, и в этом году. И в проектировках бюджета на 2014 год тоже предусматриваем. Для того, чтобы наши дети смогли получить комфортное жилье. Для того, чтобы дальше чувствовали заботу государства, обзавелись семьями и рожали желанных жизнерадостных детей. А когда-то все счастливые новосела проживали здесь. Порецкий интернат. Историческая достопримечательность района. Это здание было возведено в 1780 году графом Салтыковым. Спустя 100 лет по ходатайству самого Ильи Николаевича Ульянова в бывшей барской усадьбе была открыта учительская семинария. Детскому дому, который находится за этими воротами, было присвоено его имя. Детский дом здесь появился 56 лет назад. За это время путевку во взрослую жизнь получили более полутора тысяч человек. В интернате уже давно сделали ставку на профориентацию. Для ребят устраивают экскурсии по районным предприятиям, проводят мастер-классы. Многие поступают в техникум и престижные вузы. В интернате есть и стимпендиаты. Я являюсь стимпендиаткой главы Чувашской республики. То есть ваша стимпендиатка. Получаете ежемесячно? Да, каждый месяц получаю с января месяца по 1830 рублей. Вы счастливы? Снимала один раз. А копите, да? Да, коплю. Своими наградами и медалями здесь может похвастать едва ли не каждый ребенок. Кому-то нет равных в спорте, кому-то в художественной самодеятельности. В интернате постоянно устраивают творческие фестивали. К самостоятельной жизни ребят готовят в собственных мастерских. Некоторые даже начинают познавать азы кончарного дела. Лепить горшки и оригинальные статуэтки. Постоянно работа кипит в швейной мастерской. Своими руками ребятам под силу вышить даже картины. Подделки воспитанников интерната многие оценивают по достоинству. По нраву это увлечение не только девчонкам. На уроки кройки и шитья ходят и мальчики. Пользу эти курсы приносят всем. Пока ребята находились на каникулах, в корпусах интерната провели капитальный ремонт. Заменили кровлю, покрасили стены, во всех спальнях установили новые оконные рамы. На условия проживания ребята не жалуются. Говорят, что здесь уютно, как и дома. Глава республики заметил, что в будущем и они переселятся в новые квартиры. Поддерживать детей-сирот в Чувашии намерены и дальше. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Ознакомился глава Чувашии с работой предприятия по добыче гипса. Сейчас его развивают мордовские инвесторы. Михаил Игнатьев поговорил с руководством о перспективах. О тяжелых временах на предприятии уже не вспоминают. С приходом новых инвесторов на развитие производства было направлено более полутора миллиардов рублей. Приобретена новая техника, трудоустроены квалифицированные специалисты. В этом году в шахте удалось добыть более 300 тысяч тонн сырья. В перспективе темпы рассчитывают нарастить. Из недр земли с помощью современного оборудования удастся поднимать более двух миллионов тонн гипса в год. В ближайшее время на территории необходимо возвести новый ангар. Добывать начали много, но хранить под навесом все сырье уже невозможно. Мы должны выйти на объем товарной продукции, как минимум миллиард 400 миллионов миллиардов 700 рублей по году, производя высококачественное сырье для гипсовых предприятий. Но Михаила Игнатьева интересовала и то, в каких условиях работают специалисты. На предприятии трудится 180 человек. Инвесторы заверили, что средняя заработная плата на предприятии составляет 35 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем в других организациях района. О заработной плате речь зашла и на совещании с руководителями Поречья. В муниципалитете указы президента России выполняют. Работники бюджетной сферы уже почувствовали прибавку в кошельке. Кувалда и молоток ушли в прошлое. Сегодня рабочие профессии отнюдь не ассоциируются с древнейшими орудиями труда. Повысить престиж, показать профессию с привлекательной стороны помогают новые методологические подходы. На базе Чебоксарского электромеханического колледжа предприятие «Элара» открыло ресурсный центр по подготовке рабочих и специалистов по производству и обслуживанию высокотехнологичной электроники. С электромеханическим колледжем «Элара» работает с момента основания завода. Все эти годы монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры, станочники практиковались на предприятии. А с открытием ресурсного центра обучение в колледже максимально приближено к условиям работы на «Эларе». Создаваемые рабочие места на предприятии «Элара» и на других предприятиях электротехнической отрасли – это безусловная гарантия для всех выпускников, молодых выпускников, в том, что они будут трудоустроены. Конечно, в первую очередь, наверное, будут трудоустроены на предприятиях «Элара», поскольку все условия здесь полностью копируют те производственные цеха, которые на сегодняшний день, условия труда созданы на самой «Эларе». Более ста специалистов – монтажники, слесарь-сборщики, регулировщики – нужны предприятию «Элара» уже сегодня. Студенты электромеханического колледжа не останутся без работы, а «Эларе» не грозит кадровый голод. Дима – будущий специалист по ремонту электронной техники. Работа молодому человеку нравится и сложной совсем не кажется. Я занимаюсь пайкой проводов на лепестки. Допустим, вот провод. Потом его припаивают в платье, другой конец – лепесток. Допустим, трансформатор. Сюда вкручивают винтик. Ну, те самые, короче, он держится, получается, к трансформатору. Объяснить трудно. С началом работы ресурсного центра изменится и уровень подготовки студентов, уверен директор колледжа. Также в учебном заведении активно займутся повышением квалификации работающих специалистов республики. Мы получили новейшее, современное оборудование, которое используется на предприятиях, занимающихся выпуском радиоэлектронной продукции, техники. То есть вот то, что сейчас здесь вы видите, стоит в цехах, на которых взрослые люди, монтажники, ну, другие специальности делают продукцию, которая потом устанавливается на наши сферозвуковые самолеты, устанавливается. Они же и на комплексе работают, и на железнодорожный транспорт. То есть очень такой широкий депозон. Такие центры в Чебоксарах уже действуют на тракторном и электроаппаратном заводе. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. В 8 часов вечера на нашем канале в эфир после летних каникул выйдет программа «Бизнес-среда». В программе инвестиционная стратегия Чувашей работы, экспертов, группа агентства стратегических инициатив, а также история успеха. Спасатели Карачаева-Черкесии в горах Домбае ищут туриста из Чебоксар, сообщает Интерфакс. Мужчина не вышел на связь в назначенное время маршрут туриста поселок Домбае, ущелье Джумаат. Его он должен был пройти с 24 по 31 августа. Установлено, что действительно 49-летний пропавший турист зарегистрирован и проживал в городе Чебоксара. 4 сентября ночью спасатели Домбайского поисково-спасательного отряда вернулись на базу в поиске результатов медали. В 6 часов утра 4 сентября спасатели Домбайского поисково-спасательного отряда, спасая 5 человек и 1 единица техники, продолжили поиски туриста. Маршрут поиска поселок Домбай, гора Лыкол, перевал Назал Лыкол. Для усиления группировки на поиски туриста выдвинули спасателей черкесского поисково-спасательного отряда в составе 6 человек и 1 единица техники. Корабль не оправдал ожиданий, хотя и назывался Победой. Медленно пал от тяжелой техники один из оплотов культуры. Столица республики окончательно простилась с кинотеатром Победа. От здания остались одни руины, а у горожан приятные воспоминания тех времен, когда они смотрели там фильмы и предложения, что лучше возвести на этом месте. Еще летом прошлого года на территории бывшего кинотеатра Победа появились бульдозеры и экскаваторы. Техника взялась за огромные плиты здания. И буквально на днях бульдозеры снесли последнюю стену большого зала с обрывками экрана. Уцелел только подвал под бывшим фойе кинотеатра. Видимо, в ближайшее время разберут и его, а также весь фундамент здания. Что именно появится на этом месте, пока точно неизвестно. Осенью прошлого года владелец участка в интервью советской Чувашии говорил о том, что будет объявлен конкурс по застройке территории. И, скорее всего, на месте бывшей Победы появится офисное здание, где найдется место и нескольким кинозалам. А пока на местных форумах развернулась дискуссия среди неравнодушных горожан. Печально, конечно. Для многих из нас это не только кинотеатр. Это часть жизни, часть эпохи. Новый кинотеатр пришелся бы как раз в пору в районе. И, думаю, пользовался бы большой популярностью в районе. Бассейн и тренажерный зал, думаю, смысла нет строить, так как есть рядом бассейн ЧЗПТ и рядом хватает спортзалов тренажерных. Торговый центр вряд ли построят. Он не актуален тут. Скорее всего, с большей вероятностью построят жилой дом. Хотя все-таки от развлекательного центра с хорошим большим кинотеатром прибыли будет больше в перспективе. Земельный участок и то, что осталось от кинотеатра, принадлежит сегодня компании-галерея, которая, как сообщили в пресс-службе администрации города, разработала эскизную документацию жилого комплекса с одноименным названием «Победа». В ней предусмотрено и социальное жилье. Возможно, скоро по проспекту 9-й пятилетки появится новый жилой дом. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Из Уфы в Чебоксары за два часа. Пилотный проект авиаперевозок в ПФО действует. Напомним, что половину стоимости билета оплачивает государство. Сегодня в аэропорту Чебоксар приземлился очередной самолет. В столицу Башкирии из Чувашии самолет летает три раза в неделю. За билет пассажира отдают 2300-3300 рублей. Авиаперевозки осуществляет компания «Татарстан». Она уже связала между собой города ПФО Казань-Киров, Казань-Самара-Саранск прямыми рейсами. Полеты выполняются на девятиместном легком одномоторном самолете. Экономия времени и денег очень ощутимо, отмечают пассажиры. Тем не менее, самолет пока редко заполняется на 100%. Другие направления, которые планировались ранее, на Самару и Саратов пока запустить не удается. Сказывается нехватка самолетов и пилотов. Из недостатка самолетов в авиакомпании «Татарстан» данного типа «Цесна-208» караван, девятиместный самолет, который применяется для оригинальных перевозок. На данном этапе у них нехватка самолетов и летчиков. Поэтому на данном этапе один маршрут до 1 октября пока заявлен. Но развитие мы ждем и планировалось, потому что направление освоения на Самару и на Саратов было в программе на этот год. Опять же, мы готовы, как аэропорт. Все зависит от авиакомпании. Планируется, что самолеты до Уфы будут летать вплоть до 31 декабря. Размер субсидирования увеличен на 150 миллионов рублей в дополнение к уже имеющимся 300 миллионам. Она планируется. По крайней мере, до нас есть информация, что планируется. Авиакомпания «Татарстан» уже запросила возможность обслуживания данных воздушных судов, наличие ангаров для сохранения, если вдруг будет ночная стоянка. Мы подтвердили, что есть возможность и в ангаре обслужить, и наличие всех спецжидкостей, заправку. То есть вся техника, все соответствует для эксплуатации в любое время года. Галина Титарчук, Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Оперативники управления ФСКН России по Чувашской республике пресекли попытку завоза на территорию республики наркотиков. Преступная группа организовала поставку гашиша из Москвы в Чебоксары. Поставщики задержаны, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. В результате, по данному уголовному делу, изъято более полутора килограммов наркотического средства и задержаны четыре человека. Ленинский районный суд приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении судьи Верховного суда Чувашской республики для проведения повторной экспертизы. По версии следствия, вечером 6 декабря 2011 года находившийся за рулем автомобиля Емельянов не учел метеорологические условия и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину. От полученных травм она погибла на месте ДТП. По уголовному делу был проведен ряд судебных экспертиз. Именно их качество и выводы не устроили суд. Кроме того, экспертам, по мнению Фемиды, допущено нарушение правил и методики проведения подобного рода проверок. В этой связи суд назначил по делу повторную автотехническую экспертизу, производство которой поручено другому учреждению. Некоторые юристы в такой ситуации отмечают, что дело вообще может быть прекращено. Более 260 миллионов человек в мире говорят и пишут на русском языке. Однако делают это действительно по-русски далеко не все эти миллионы. Напомнить чебоксарцам, как звучит язык Пушкина и Толстого решили организаторы книжной экспозиции, которая открылась в Национальной библиотеке. Чел, у тебя реально крутой прикид. Еще недавно эти слова в нашей стране приняли бы за иностранные. Под словом «базар» подразумевали торговлю. Однако все меняется. Накануне 8 сентября Международного дня грамотности в Национальной библиотеке организовали выставку, которая призвана напомнить горожанам, что русский язык все еще великий и могучий. Русский язык является одним из шести языков, которые юридически провозглашены Организацией Объединенных Наций. Это говорит о том, что на нашем языке, как и на других языках, можно вести международные переговоры, вести деловую переписку, делопроизводство. Данную выставку мы провели для того, чтобы привлечь внимание к культуре речи, к тому, как сейчас молодежь общается между собой. Могущественное орудие, как называл русский язык Тургенев, представлено выставке «Семью разделами». От истории слова до современных проблем. Кстати, прикоснуться к истории языка здесь можно в прямом смысле слова. Мы рассказываем, что до 18 века, до создания литературного русского языка, вся литература выходила только на церковно-славянском языке. И представляем оригинальные издания, начиная с 17 века, чтобы детки могли посмотреть, потрогать, полистать, попробовать прочитать эти уникальные книги. Кроме старинных книг, в деревянных обтянутых кожей обложках особая восторг у посетителей, пожалуй, вызовет возможность хоть ненадолго сменить клавиатуру и монитор компьютера на бумагу и настоящее перо. Я сегодня писал пером, чернилами. Мне это очень понравилось. Я успела узнать, что есть разные словари очень известных ученых и писателей. Мне здесь понравились вот эти старинные книги. Мне очень интересно почитать, что там написано. Познакомиться с родным языком поближе, как бы странно это ни звучало, можно будет до 14 сентября. В эти дни, помимо книжной экспозиции, в библиотеке планируют провести еще ряд мероприятий. Это игры, презентации, лекции. Ну а применить полученные знания можно будет на интерактивном диктанте. Информацию о времени можно найти на сайте библиотеки. Ольга Пыречкина, Евгений Анисимов, Республика. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Кто не помнит этих строк из детства? Их повторяют и сегодняшние диетологи. Но тут же добавляют, продукт должен быть натуральным и свежим. Теперь полезное молоко доступно и чебоксарцам. Недавно на наших улицах появились молокоматы. Что это и как они работают, разбиралась наша съемочная группа. У меня же на этом все. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире завтра. До встречи. Молокоматы – это самый кратчайший путь доставки молока от коровы до потребителя. Автоматы для продажи молока впервые начали использовать в странах Европы и Америки. В России они начали появляться недавно. Оценить натуральное молоко от фермера теперь могут и чебоксарцы. Пользоваться автоматами просто. Подробные инструкции есть на каждом молокомате. Он состоит из двух секций. Отдел для бутылок и, соответственно, аппараты, которые наливают молоко в эти бутылки. Кстати, тару можно взять из дома. По вкусу очень вкусные. Все пользуетесь. Очень удобно. В любое время. Можете вечером прийти, ночью даже, если захотите. Поздно с работы пришли. Пожалуйста, молоко всегда. Увидела, так дешевле молоко. Решил попробовать. Полезный напиток здесь дешевле, чем в магазине. Один литр – 25 рублей. Кроме этого, натуральное молоко можно купить в любое время суток. Внутри молокоматов специальное холодильное оборудование. Молоко доставляется каждый день. Остатки забирают обратно на ферму. Ими кормят селят. В Чебоксарские молокоматы полезный напиток привозят из Янтиковского района. Новинку в столице республики внедрило фермерское хозяйство Сергея Ларионова. Новую ферму в Шимкуссах Сергей Разинович построил в начале этого года. Установили современное оборудование. Завезли коров молочной породы. Сегодня дойное стадо насчитывает 350 голов. И о каждой корове работники фермы знают все. Когда родилась, чем болела. Сколько молока надоели сегодня, вчера или в любой другой день. На буренушках висят специальные чипы. Вся информация о них отражается в компьютере. Заболевшая корова на дойку не пройдет. Электронная система не пропустит. Кстати, в процессе дойки участие человека минимально. Дояркам нужно лишь помыть вымя. Процесс тоже несложный. К каждому дойному месту подключен шланг с водой. Далее всю работу сделает доильный аппарат. Молоко по специальным шлангам сразу поступает в холодильное оборудование. Уже оттуда в танке. Кстати, все шланги, по которым протекает молоко, емкости и холодильник после дойки и до заполнения молоком тщательно обрабатываются кислотными и щелочными растворами. Теперь молоко можно отправить в город. Но до этого напиток проверяют на качество. У нас есть анализатор молока «Клевер-2». И по определенной температуре определяется жирность молока, добавление воды есть или нет. Вот сейчас можно посмотреть. Вода – ноль. Воды нет. Жирность – 3,56. Белок – 3,02. Плотность – 27,7. Это хорошие показатели молока. Весь этот процесс неизменен. Компьютер отслеживает не только качество и количество молока в молокоматах, но и соблюдение температурного режима во время перевозки. Емкость, в которой режим транспортировки был нарушен даже на 0,1 градуса, срочно меняется. Таким образом, до нас, городских жителей, доходит свежее, натуральное и экологически чистое молоко. Надежда Яковлева, Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Николай Яковлев. Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова